Более полную информационную картину дня по версии портала девятка.ру нам расскажет главный редактор портала Дарья Михеева. Даша, тебе слово. Здравствуйте, студия. Сегодня начну с новости о погоде. 5 октября в Кировской области выпал снег. Об этом сообщили жители нескольких районов региона. Около часа ночи осадки в виде снега наблюдали в Кирово-Чепецке. Они не оставались на земле и сразу таяли. Кроме того, снег утром заметили и жители Ганина. Он лежал на крышах домов. Напомню, что первый снег выпал в Кировской области неделю назад, 28 сентября. Отмечу, что несмотря на похолодание, эпид-порог Пауэр-Ви в Кировской области пока не превышен. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Однако наблюдается прирост числа заболевших на 20%. На начало октября в области заболели более 8 тысяч человек. Случаев гриппа пока не выявлено. На сегодняшний день преобладает распространение риновирусов и парагрипов первого и третьего типа. Специалисты напомнили, что вакцинация является наиболее эффективной мерой защиты от гриппа. Оптимальным периодом для ее проведения считается время до ноября. К слову, 6 октября кировчане смогут бесплатно привиться от гриппа, обратившись к врачам мобильных бригад. Они будут работать у автовокзала и крупного торгового центра на юго-западе города. По данным регионального Министерства здравоохранения, их услугами уже воспользовались около 5 тысяч кировчан. Поделюсь еще одной новостью. В Кирове стартовали учения по гражданской обороне. Они уже прошли на заводе «Маяк» и Кировском молочном комбинате. Их сотрудники и районная администрация отработали алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Так, например, коллектив молочного комбината тренировался в развертывании пункта выдачи средств индивидуальной защиты. Сотрудники примеряли противогазы и проверяли состояние защитного помещения. Всего в рамках тренировки учения пройдут на шести предприятиях Ленинского района города. В них будут задействованы железнодорожная станция Киров, инфекционная больница и северные электросети. На этом у меня все. Студия передает вам слово.